Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Никита, канал Paradise. Сегодня у нас будет на канале квартира с видом на море. Многие пишут в комментариях, где там вид на море, боковой вид на море, какой-то там плохой вид на море. Ну что ж, хотите вид на море? Вот он вид. Итак, друзья, сегодня у нас на канале квартира с вот таким вот потрясающим видом. Это у нас первая береговая, это у нас элитный жилой комплекс. Квартира 2 плюс 1. Ну виды просто обалденные. Кстати, сразу можно лайк поставить за такой вид. Но, друзья, давайте поэтапно. Вначале показываю вам квартиру подробно, затем спускаюсь, показываю вам придомовую территорию жилого комплекса. Затем, если у нас получится, мы проникнем на инфраструктуру данного жилого комплекса. Сейчас карантин, во всех комплексах они закрыты, но мы попробуем. Мы попробуем и покажу вам все. Здесь, конечно же, все-все есть. Здесь полный упакованный комплекс, конечно же. Ну давайте начнем с квартиры. Итак, квартира площадью 80 квадратных метров. 2 плюс 1. Сейчас многие скажут, а почему так мало? Почему такая маленькая площадь? А я вам говорил, что тенденции нынче такие идут. Квартиры уменьшаются. Более того, сейчас новый закон, что балконы на квартирах нельзя делать на более 10% от общей площади всей квартиры. Вот такие вот нововведения. Так что огромные балконы теперь, друзья, в прошлом. Этот дом 2018 года, а и дат, сразу забегая вперед, 50 евро. Комната номер 1. Они ее сделали, как мне кажется, это под детскую, видимо. Комната вот эта небольшая. Но все же есть все необходимое на самом деле. Если у вас дочь, мне кажется, ей здесь будет вполне уютненько. Здесь у вас пошла спальня отдельная. И здесь кухня-гостиная. Центр притяжения, в общем, этой квартиры. Сейчас мы вернемся к нему. По санузлу давайте. Обяжемся быстренько. Душевая кабина. Спальня. Да, спальня. Представьте, вот вы просыпаетесь. Здесь лежит ваша голова. Вы поворачиваете голову и видите вот такую красоту. Разве не круто? Обалденный вид. А у нас уже, кстати, начали, видите, пляжи делать. Вон, видите, ездит экскаватор, трактор. Скоро здесь будет красиво стоять шизолонги. Пляж разровняют. Приведут, в общем, все в порядок. Вернемся все-таки к квартире. Такая вот у нас спальня. Спальня хорошего, в принципе, размера. Красивые картины здесь такие висят. И подпись везде одного художника. Не знаю, может быть, какой-то известный художник. А может быть, и местный какой-то. И наша кухня-гостиная шикарная. С этого угла. Да, здесь, конечно, посидеть, покушать, вина выпить, да, с таким видом, это, конечно, эстетическое наслаждение, я думаю. Давайте выйдем на балкон. И вот такие виды у нас здесь. Шикарно. В квартире вроде все вам показал, кратенько. Предлагаю сейчас спуститься вниз, показать вам придомовую территорию, как выглядит жилой комплекс. Я думаю, тоже он вас равнодушным не оставит. Так, друзья, давайте немножечко пофантазируем, повизуализируем, так сказать, что мы проживаем в этом жилом комплексе. Как вообще выглядит наш быт. Мы спускаемся. Квартира, кстати, у нас находилась на шестом этаже. И сейчас я вам покажу, как выглядит подъезд, придомовая. На инфраструктуру, скорее всего, мы не сможем попасть, но я добавлю фотографии. Итак, мы выходим из лифта. Мы только купили квартиру, поэтому даже не знаем, где находится ретний бассейн, с какой стороны. С какой стороны находится вся инфраструктура. Так выглядит подъезд. Выходим. Здесь у нас... Ой, встречает классный запах, то ли с моря, то ли вот эта вода. Там, смотрите, у нас сидит охранник. Идем дальше. Здесь у нас тренажерка. Сейчас все закрыто. Попробуем. Эть! Да, все закрыто. Сейчас фотографии, давайте, появятся у вас на экранах. Вот здесь уже открытый бассейн. Уже люди плавают. Это все. У нас с первого числа все открывается. Здесь, видимо, уже пораньше все открыли. Здесь у нас блок Б. В этом блоке расположена спа. Тоже водопадик. Ух, красота! Тоже все закрыто. Это спа. Турецкая баня, сауна, массажная комната. Ну да, никуда мы, к сожалению, не попадем. Здесь у нас небольшая чиллаут-зона. В простонародье зона отдыха, да? Смотрите, здесь стильные какие. Ландшафтный дизайн, так называемый. И здесь детская площадочка. То есть здесь можно сидеть, ребенок у вас играет. Такая вот красота. И да, друзья, конечно же, подземный паркинг. Ну и самое главное, друзья, конечно же, цена. Цена данной квартиры 154 тысячи евро. Это в пересчете на рубли получается 12 миллионов рублей. Ну, кто-то скажет, дорого. Я как житель Сочи, как продавец недвижимости в Сочи, скажу, что это вообще цена абсолютно недорогая. Думаю, меня поддерживают москвичи, санкт-петербуржцы, с Владивостока, ребята. В Сочи бы такая квартира стоила с ремонтом, ну, в два раза дороже. Серьезно. Поэтому цена, на самом деле, для такой недвижимости вполне приемлемая. Кого заинтересовал данный вариант, пишите, звоните. Сейчас появится у вас на экранах мой номер WhatsApp. Буду рад вам помочь. Покажу все, расскажу. Привезем, посмотрим, оформим, встретим. А с вами был Никита, канал Paradise. Всем пока, увидимся в Алании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok